добрый день уважаемые друзья добрый день коллеги партнеры рад вас приветствовать сегодня на нашей презентации на вебинаре который посвящен презентации компании skyway капитал вот так сложилось что волей судеб дали бы волей правительства российской федерации сегодня рабочий день именно в россии нас перенесен скажем так выходной день на понедельник у нас будет три праздника подряд связи раньше назывался день советской армии военно-морского флота до либо день красной армии рабочей крестьянской когда-то это было поначалу сейчас нас здесь защитника отечества поэтому сегодня у нас состоятся два вебинара один из них пройдет сейчас который будет посвящен презентации компании skyway капитал 2 вебинар у нас будет через два часа в 16.00 где мы будем говорить по партнерской программе компании skyway капитал по той мотивационной программе либо бонусной программе которая у нас буквально не так давно включена дату из дополнительного награждения об этом мы поговорим 16 часов я вижу что у нас есть люди из италии из норвегии приветствую первым у нас появилась красный сулин приветствую руслана она по питер то есть есть скажем так несколько городов и даже стран на сегодняшний день ребята вот смотрю переговариваются на разных языках то есть испанский немецкий вот да можно сказать что будет он так вот гудей до банджур и так далее так далее итак у нас презентация будет состоять из двух частей первый блок будет касаться непосредственно технологии и технологии вкратце да то есть ее когда она возникла краткая история чем мы занимаемся потому что трудно было бы дать информацию людям которые становятся например инвесторами в наш проект да не поняв скажем так куда они вкладывают деньги какой технологии эти деньги идут и так далее поэтому первая часть это непосредственно технологии skyway технологии небесных дорог до либо струнных технологиях в целом вот вторая часть это предложение компании skyway капитал сегодня на вебинаре вы посмотрите несколько роликов вот исторических роликов эти ролики которые нас буквально недавно появились на сайтах нашей компании да вот и по сути дела потом будет предложение компании skyway капитал то есть который наделать каждому инвестору я смотрю у нас есть литва очень здорово и так коллеги наверное перейдем к делу да вот мы с вами имеем дело с технологии которая называется skyway с небесной дороги но прежде чем про технологию сказать наверное все таки важный момент отмечу то что компания skyway капитал да ее полное название first skyway инвес групп она зарегистрирована территории британских островов великобритании номер регистрационный вы видите на нижнем рисунке рисунке данного слайда хотите можете его себе записать можете себе его скопировать да куда-то отразить своих информационных ресурсах и потом выйти на сайт регистратора официального великобритании и посмотреть информацию о компании first skyway инвес групп skyway капитал торговая марка компании под которой она работает сегодня фактически на территории всего земного шара кстати добавлю еще одну информацию знаете в конце вебинара сегодня я еще озвучу парочку новостей очень приятных для наших инвесторов наверно в особенности тех кто сегодня отдыхает да то есть это те страны в которых не празднуют 23 февраля это страны прибалтики это страны европы страны мира вот для вас будет отдельная новость вот и я ее озвучу в конце нашего сегодняшнего вебинара компания является официальным партнером группы компании skyway по привлечению инвестиций тут написано вес проводящие системы то есть такое скажем так громко выражение вот то есть мы занимаемся тем что привлекаем инвестиции от физических лиц целью финансирования строительства экотехнопарка сегодня так называется на территории республики беларусь у нас там находится демонстрационный сертификационный участок с целью выведения на мировой транспортный рынок новой инновационной транспортной технологии которую разработал анатолий дар чиницкий и очень важный момент на котором сразу стоит заострить внимание то что компания skyway капитал работает по системе крауд инвестинга либо народного инвестирования данная платформа была выбрана сознательно большой успех скажем так данной платформы продемонстрировала когда на рынке инвестиционно была только одна компания которая привлекала денежные средства в реализацию технологии юнитского rsoi systems да то есть данная система дала свои результаты на сегодняшний день все что строится как раз таки благодаря деньгам наших частных инвесторов физических лиц ближайшее время мы ждем серьезных изменений почему мы тоже об этом сегодня с вами поговорим и так крауд инвестинг то есть по сути дела от людей которые разобрались что из себя представляет технология какие плюсы она в себе несет что она может дать людям да и что она может дать каждому инвестору отдельности то есть поиск мере их возможности по сегодняшним их силам в плане финансов да есть возможность приложиться стать совладельцами данной технологии и в дальнейшем получать серьезный доход с огромного количества адресных проектов где данной технологии будет использоваться то есть мы работаем по системе крауд инвестинга и буквально у нас сегодня 20 число вы знаете как раз таки в первый день после выходных это будет среда мы наверное будем отмечать год как вещаем да в данной вебинарной комнате от лица компании skyway capital именно 24 февраля 2015 года состоялась первая презентация нашего проекта мы достаточно молодая компания но я думаю амбиции у нас хватает энтузиазма тоже хоть отбавляя да как мы иногда говорим громко гагачая дико озираясь двигаемся по нашей с вами жизни вот играем в игру под названием жизнь активно весело вот и знаем для чего и так коллеги человек который является виновником как я это говорю в положительном смысле слова всего того что происходит он сейчас у вас на экране монитора до анатолий дар чиницкий советский белорусский российский ученый предприниматель и изобретатель начал разрабатывать свою технологию еще в конце 70-х годов прошлого столетия то есть еще двадцатого века за время развития внедрения разработки технологии дал тена ухау которым применял он дважды руководил проектами организации объединенных наций экспертиза скажем так эксперты данной структуры давали свои экспертные оценки технологии и выдавали решение что стоит инвестировать денежные средства для того чтобы данная технология развивалась и потом ее применять в разных уголках земного шара вот так в этом есть смысл и он дважды выделял денежные средства анатолий дарыч руководил двумя проектами организации объединенных наций начале 80-х годов прошлого столетия анатолий дарыч юницкий стал членом федерации космонавтики ссср и кстати это одна из первых как бы структур на территории ссср бывшего который признала перспективность использования струнных технологий на территории тогда советского союза вот и скажем так как раз таки анатолий дарыч юницкий начале 80-х годов стал членом федерации космонавтики ссср у него более 140 изобретений в различных направлениях и сегодня несколько десятков из них уже реализованы на практике это и в направлении сельского хозяйства целого ряда отраслей промышленности это и машиностроение и радиоприборостроение да еще скажем так целый ряд направлений у него есть 18 монографии более 200 научных работ с целым рядом из которых вы можете познакомиться лично зайдя на сайт www.unitsky.com там большое большое количество технической информации касаемо технологий который разрабатывает анатолий дарыч там большой объем информации касаемо скажем так экономических аспектов в чем выгода использования данной технологии там большой объем видеоматериалов да то есть данная технология которую мы сегодня с вами говорим она известна миру и вы увидите ролики которые демонстрируют то что скажем так существовал свой собственный испытательный полигон подмосковном городе озера и так далее это будет посвящено немножко времени на нашем сегодняшнем вебинаре вот что хотелось бы еще сказать про анатолий дарчу низкого у него три высших образования первое из них это как раз таки транспортное образование до инженера транспорта второе образование направлении патентного права изобретательства третье образование анатолий дарчу низкого это проектирование строительство высотных зданий инфраструктурных сооружений все эти скажем так образование на сегодняшний день он эффективно те знания которым получил опыта использует в технологии под названием skyway на данном слайде вы видите историю развития технологии буквально семьи седьмого года да как как только все началось и по сегодняшний день условное можно разбить на четыре части мы об этом с поговорим чуть чуть подробнее да кратко пробежавшись по каждому этапу но для начала прежде чем перейти к истории я хочу вам показать ролик который продемонстрирует что из себя представляет технология транснет так мы ее называем это скажем так следующий шаг в истории развития человечества да это можно назвать шаг 6 технологический уклад вот об этом любит говорить сергей сибиряков подробно да это технологии который в себя впитает все преимущества мировой паутины под названием интернет до то что мы сегодня с вами используем благодаря кстати это паутине мы с вами общаемся я нахожусь здесь москве субботу до вы находите у себя возможно дома либо в офисах и у вас есть возможность получать данную информацию это опять же благодаря технологии скажу так как называемых хотя их технологии информационной технологии либо технологии интернета кстати в видении в нашу с технологии, круто эту жизнь изменила. Я думаю, вы со мной согласитесь. 15-20 лет назад мы, скажем так, и слыхом не слыхали, что она из себя представляет. А сегодня многие вещи, которые для нас стали обыденными, это такие, как, например, покупки товаров через интернет, со своей карточки, с доставкой этих товаров на дом. Оплата каких-то банковских счетов, начиная от ЖКХ, плата за телефон и так далее. Все мы это можем делать в трусах или без трусов, даже ходя по своему дому, не выходя на улицах. Не так, как мы это делали раньше. Помните, шли в сберкассу, например, занимали очередь, в очереди узнавали много нового о стране, в которой мы живем, друг о друге иногда, потому что кто-то пытался без очереди пролезть. И так далее, и так далее. То есть технология действительно поменяла все очень круто. Сейчас можно обучаться дистанционно. Не выходя из дома, вы можете, скажем так, проживая в Владивостоке, обучаться в каком-нибудь московском университете. И такая возможность есть, и даже в иностранном университете. То есть это все дала технологию. Она дала огромное количество высококвалифицированных рабочих мест. Потому что появилось огромное количество заводов, производящих устройства, благодаря которым люди выходят в интернет. То есть много-много изменений, благодаря одной технологии, вошло в нашу с вами жизнь. Так вот, еще большее количество изменений в нашу с вами жизнь войдет, когда мы начнем строить дороги по технологии, разработанной Анатолием Городичем Юницким. Так у нас это будет паутина мировая под названием Транснет, и это будет мировая паутина еще и перемещения грузов и людей. Не просто перемещение информации, передача информации за доли секунды и так далее. А перемещение с высокой скоростью, как грузов, так и людей, которые будут путешествовать на транспортных средствах, которые будут подняты на землю, потому что это дорога второго уровня. Не буду больше, скажем так, говорить. Давайте мы посмотрим ролик, и потом уже с вами будем двигаться по той информации, которую вы получите. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Краткий, но достаточно емкий ролик, который показал, что из себя представляют технологии, разработанные Юницким. То есть вы обратили внимание, что это технология, которая поднимает транспорт на второй уровень над землей. То есть мы с вами совершенно спокойно сможем прогуливаться по нашим городам, которые могут стать пешеходными в плане того, что нас никто не собьет. То есть мы перестанем опасаться, находясь на остановках. И, например, повернувшись спиной к дороге, разговаривая по мобильному телефону, вдруг можем оказаться под колесами какого-нибудь монстра железного. Такое, к сожалению, сейчас происходит. Итак, друзья, краткая история. То есть, 77-2016 год уже на сегодняшний день. Но опять же, прежде чем к истории передайте, перейти, если мы с вами просто немножко подумаем, какие транспортные системы сегодня нам известны и доступны. Обычно по субботам раньше мы проводили, бывало, у нас живые презентации. Хотелось бы такого общения с вами, обратную связь. Какие транспортные системы вы знаете, напишите сейчас в чате. Те, кто, скажем так, способен быстро печатать. Железные дороги, правильно? То есть у нас есть еще автомобильный транспорт со всей его инфраструктурой, правильно? То есть это, начиная с заводов по производству автомобилей, то есть там, где делаются транспортные средства, в которых мы периодически передвигаемся, да, и до, скажем так, наверное, пунктов утилизации этих транспортных средств. Но сюда еще входят автозаправочные станции, куча, скажем так, автосервисов, да, огромное количество транспортную систему, можно включить и все эти ДРСУ, которые строят дороги в автомобильную. Сюда же можно включить ИГАИ. То есть огромное-огромное количество людей, систем, которые работают на нужды автомобильного транспорта. Да, вот я вижу, что вы пишете, что у нас есть монорельс, но вы знаете, монорельса, может быть, скоро и не будет, потому что я не знаю, реализован ли где-то в России еще монорельс, но в Москве вот вроде приняли 3-4 месяца назад решение все-таки его разобрать. Да, мы продемонстрировали, что мы можем что-то устроить над землей, но, скажем так, те средства, которые были вложены в строительство, они, по-моему, до сих пор еще не окупились, но мы продемонстрировали, да, что у нас есть транспорт, который гордо двигается со скоростью там 15-20 км в час. В общем, если вы будете бежать, да, и, скажем так, у вас здоровья хватает, то вы этот транспорт будете обгонять. Вот. Когда он следует, там, на 6 остановок у нас бегает этот монорельс. Вот. Дальше. У нас есть железные дороги, которых тоже большое количество, в принципе, на сегодняшний день, как бы в мире, если мы посмотрим, построено там порядка 40 миллионов километров дорог. Большая часть из них автомобильные, там есть железные дороги и так далее, да. Вот. Далее у нас есть, правильно здесь написали, транспорт, который называется воздушный, да, там авиаперевозки. То есть у нас есть самолеты разные, начиная, скажем так, от частных самолетов, одномоторных, двухмоторных, и заканчивая современными, скажем так, боевыми самолетами, но, наверное, боевые мы с вами касаться не будем, потому что у них совершенно другая задача, да, не перевести как можно больше людей, а порой как можно больше уничтожить, ну, если их применять где-то, да. Вот. Далее у нас есть морской водный транспорт. Вот. И, кстати, Россия, например, если мы будем говорить о нашей стране, вот, из которой я сегодня вещаю, она огромная по территории, у нас есть места, где проживают люди, и добраться к ним можно только по воде, либо воздухом, потому что автомобильные дороги туда и железные дороги построить нельзя. Вы знаете, да, у нас есть, например, Сахалин. Вот. Если вы подъедете на автомобиле к берегу, там, дальневосточного округа, и будете кричать, да, то лучшим способом там может быть паром, вот, то есть на машине вы туда не переберетесь. Либо самолет, либо вертолет, что, в принципе, достаточно дорого. И в эти места, как вы понимаете, нужно доставлять грузы, там, продукты, товары народного потребления и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, те, кто помнит советские времена, раньше на баночках, там, кабачковая икра, да, либо там томатный сок. Писали, помните, по поясам, там, первый, второй и так далее. Для первого, там, пояса, либо как-то было, цена одна, для второго, там, на 10 копеек дороже, на третьего, там, еще дороже. Почему? Потому что, вот, как раз-таки, у нас в разные зоны входили города. Вот. И даже доставка каких-то банок той же самой кабачковой икры, она в Москве могла стоить, там, 47 копеек, либо 37 копеек, да, а вот там, за полярным кругом, она стоила уже 47. Вот. То есть, водный транспорт тоже, он, как бы, так, хороший. Действительно, если мы рассмотрим государство, которое называлось СССР когда-то, у нас было достаточно большое количество, скажем так, судов, да, пассажирских, в первую очередь, то есть, по многим рекам передвигались у нас и теплоходы, было большое количество скоростного транспорта, такого, так как ракеты, метеоры и кометы, да, то есть, кометы, те, кто помнит, на Черном море, они бегали от Потии и до Одессы, да, то есть, закрывали все побережье и, соответственно, на более близкие расстояния. Но комет я не видел уже, наверное, лет 30, да, вот, и даже в фильмах, как бы так, их уже нигде не увидишь. Метеоров, здесь у нас Москва есть, водохранилище, да, которое потом в Волгу можно по каналу и Москвы, и ракет я тоже уже давно не вижу. То есть, потихоньку это захерело, да, но есть действительно места, где можно добраться только по воде. Но все транспорты, что мы сейчас перечислили, все транспортные системы, вот, поставьте, пожалуйста, цифру 5, тот, кто считает, что они абсолютно безопасны, то, что они абсолютно комфортны, то, что они, скажем так, абсолютно экологически чисты и так далее. Если есть у нас на вебинаре человек, который считает, что все, чем мы сегодня владеем, это идеальный транспорт, можете поставить цифру 5. Вот, а мы, наверное, вам похлопаем, может быть, удивимся или посмеемся. Потому что ни один из видов транспорта, который у нас сегодня есть, отнести именно вот к этим категориям нельзя. Вот кто-то поставил 6 нулей. Да, еще бы, скажем так, зарабатывать денег, единичку перед этим поставить, было вообще хорошо, да? Вот. Итак, коллеги, действительно это так. То есть, я не знаю, во многих городах Российской Федерации, в крупных, например, ни для кого не секрет, что такое пробка, да? Особенно, если в этих городах протекает какая-либо река, неважно, большая она или маленькая, там, где есть мосты. Там, где есть мосты, как правило, вот возьмем Питер тот же, да, там по утрам через все эти мосты стоят пробки, люди часами, скажем так, с одного берега переезжают на другой. Вот, у нас в Москве тоже есть Москва-река, нельзя назвать большой рекой, но пробки для нас стали, скажем так, повседневным, обыденным явлением. Единственное, мы там немножко, может, удивляем, что сегодня в пробках стояли два с половиной часа, а не четыре. Да, это уже большая радость. Вот. Огромное количество людей испытывают, вот, скоро, скажем так, у нас придет весна, и огромное количество людей поедут выращивать еду на свои огороды, на даче, да, чтобы потом осенью ее паковать и всю зиму это в банках потреблять. Вот. Соответственно, будут огромные пробки и так далее, и так далее. Часто испытывают проблемы, именно если мы коснемся темы автомобильного транспорта, Европа, да, начиная где-то с июля месяца, там Северная Европа, Центральная Европа устревляется, скажем так, на Южный берег, там Франция, на Средиземное море и так далее. И там бардак, то есть пробки на сутки порой растягиваются. Люди берут с собой палатки для того, чтобы в дороге еще пару раз поспать. И еды с собой набирают, чтобы успеть приехать там с субботы по субботу у них туры, как правило, и так далее. Вот, чтобы все это было выгодно. То есть мы приходим к тому, что те вели транспорта, которые у нас сегодня есть, они, наверное, не отвечают современным требованиям, да, и высокой скорости, и комфорту, и доступности по цене, кстати. Потому что, я думаю, люди, которые, опять же, застали времена Советского Союза, помнят, что все-таки билеты по отношению к пенсии, да, вот на тот же поезд, либо там на самолет, стоили значительно дешевле, чем сегодня. Сегодня в некоторые, скажем так, уголки Российской Федерации, чтобы долететь, да, нужно, скажем, заплатить 3-4 пенсии порой. Это в один конец. Ну, раньше было немножко попроще. Вот. И, наверное, еще очень важный фактор, ну, я отношу его, скажем так, в плюс данной технологии, она нам позволит за, на расстояние такие, как тысячи, полторы тысячи километров, добираться буквально за считанные часы. Вот. Я раньше любил задавать вопрос на вебинарной комнате, вебинарной комнате, да, скажите, вот все, кто сейчас есть, я не знаю, все ли ответят, я думаю, что, наверное, нет, потому что у нас активных людей, как правило, меньше, чем просто слушающих. Есть ли у вас родственники, которые проживают от вас на расстоянии тысячи, там, полторы тысячи километров? Вот. У всех, кто сидит сейчас в комнате, есть ли такие люди, да, там, неважно, это могут быть родные, братья, сестры, там, родители, да, это могут быть двоюродные, там, это могут быть просто люди, которые вам дороги, да, почему-то, по каким-то причинам, то есть, и вы бы с удовольствием бы с ними общались, ну, чуть ли не ежедневно виделись, да, но живете просто в разных городах. Я вижу, что люди написали, что есть такие. А теперь напишите, скажем так, те, поставьте цифру 5, те, кто видит этих людей чаще, чем два раза в год. Как много таких среди вас сейчас будет? Потому что, если мы затронем транспортную сферу, опять же, да, мы можем добраться, как правило, между городами на тысячи, полторы тысячи километров, какими способами. Ну, только авиатранспорт может нас доставить быстрее, да. Если мы поедем железной дорогой, то, как правило, это будем добираться, там, от 12 до полутора суток порой, да, в зависимости от качества тех дорог, которые есть. Вот. А действительно, мы на эту землю пришли для того, чтобы общаться как можно чаще с теми, кого мы любим, вот. Но тех, кого мы любим, сейчас мы чаще всего видим в скайпе, да, вот в жизни, в реальной, там, кто-то раз в 3 года встречается, кто-то раз в 5 лет, хотя хотелось бы чаще. По скайпу можно даже эмоции передать, там, и так далее, но если захотите обнять этого человека, в лучшем случае вы обнимете крышку своего компьютера, да, точнее, ноутбука. Вот. Да и, как бы так, почувствовать тепло руки этого человека невозможно. Поэтому хотелось бы встречаться чаще, но если мы сядем в поезд, у нас 5-дневный рабочий день, доедем, например, от Москвы, там, я не знаю, до Екатеринбурга, это уже больше суток, да, то есть мы в 2 дня не поместимся. Возьму мой родной Архангельск, где я когда-то родился в Архангельской области, поезд идет 20 часов. Приехали, на вокзале с родственниками обнялись, они меня тут же сажают в обратный поезд и обратно, чтобы успеть в понедельник на работу. Ну, не совсем кайфово, согласитесь со мной, правда? А вот данный транспорт нам позволит, скажем так, такие расстояния преодолевать, там, за 2-3 часа. И это очень важно. Итак, коллеги, история, кратко, да? Смотрите, первый этап, который был в истории развития струнных технологий в целом, я сейчас говорю не о технологии Skyway, потому что оно свое начало получило, название точнее, получило буквально в 14-м году. То есть струнные технологии начали свое развитие в 77-м году. В ходе 95-й это был первый этап, его можно так ограничить рамками, да? Тогда была подана первая заявка на изобретение, первые научные публикации в научных журналах, еще тогда СССР. Признание струнных технологий получили от Федерации космонавтики СССР, членом которой Анатолий Дарвич стал 80-х годах. Был получен грант Советского фонда мира тогда. Небольшой, но тем не менее приятный для того, чтобы данной технологии можно было начать развивать. Была тогда первая научно-правактическая конференция в городе Гомеле в Белоруссии и о струнном транспорте в том числе. Второй этап. Он развивался, развитие, скажем так, технологий на втором этапе происходило с 95-го по 2000-й год. В Анатолию Дарвичу Ницкого в Санкт-Петербурге была своя научная школа, там было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе, в первую очередь высокоскоростного Skyway, да, потому что на скорости 500 км в час, вот, например, по коэффициенту аэродинамического сопротивления, у транспорта, который будем сейчас строить, он в четыре раза лучше, чем, скажем так, самый крутой спортивный автомобиль на сегодня, да, там, Бугатти, там, я не помню его марку, вот, но в четыре раза это аэродинамический, коэффициент аэродинамического сопротивления лучше, чем у Бугатти. Вот. Далее, именно в Питере, по работам в Питере была получена, первый, был получен первый грант организации объединенных наций, были продемонстрированы в этот период времени первые действующие физические модели, которые демонстрируют то, что, вот, скажем так, физически действующая модель, которая подтверждает, что данная технология реально, она возможна, если вот в том виде, там, в масштабе 1 к 10 все получается, соответственно, может получиться и в реальном времени. И, по сути дела, в этот период времени, скажем так, была осуществлена разработка первого поколения дорог Skyway. То есть, если сравнить, то это фанерный самолет братьев Райт в начале, там, 20-го века, да, и современные Бонги, современные, там, А-308, современные самолеты КБ Сухого, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая разница. Третий этап, очень важный этап в развитии технологий, он был в период с 2001 по 2009 год. То есть, это именно в это время Анатолий Дарович Юницкого в подмосковном городе Озера был свой собственный испытательный полигон. Огромное, скажем так, влияние и помощь в этом оказал Александр Лебедь. На то время он был губернатором Красноярского края. Был построен полигон, на нем были отработаны целый ряд методик, проведено большое количество испытаний. То есть, шла, скажем так, промышленная отработка технологии. За это время полигон посетило большое количество различных международных делегаций. Посещали различные комиссии целого ряда государственных предприятий, скажем так, и крупных монополий Российской Федерации. Посещали губернатора целого ряда областей. Именно в это время были заключены первые государственные контракты на строительство дорог по технологии, разработанной Юницким, в целом ряде регионов России. То есть, это и Хабаровский край, и Ханты-Мансийский автономный округ. Кстати, документы эти вы можете почитать на сайте Юницкого. То есть, там они выложены, там они есть. И никто, кстати, их не отменял. Как говорил Анатолий Дарович Юницкий на одном из своих выступлений, то есть, также была вебинарная комната, что те контракты никто не отменил. То есть, не было никакого допсоглашения, что мы как бы там строить не будем. Единственное, если мы к этому придем с администрациями этих, скажем так, субъектов Федерации Российской, соответственно, там просто изменится смета, потому что, вы знаете, деньги поменялись за это время не раз. И рубль стал такой крепкой, сухощавой валютой по отношению к доллару и так далее. Но что еще важно было на третьем этапе? То есть, планировалось, в принципе, строительство дороги от озера до Москвы, это там свыше 100 километров высокоскоростной, чтобы жители города озера могли быстро добираться до столицы нашей Родины. И в это время, в 2009 году, на госсовете, который проходил в Ульяновске, губернатор Ульяновской области представил технологию Юницкого, предложил на то время президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву внести данную технологию в список критических технологий, которые надо развивать в первую очередь на территорию Российской Федерации с целью в транспортной отрасли сделать, скажем так, гигантский шаг вперед и обогнать весь земной шар. То есть, и данная технология могла стать экспортной и экспортировалась бы она отсюда с территории Российской Федерации на весь мир. Госсовет прошел, по-разному реагировали губернаторы целого ряда регионов Российской Федерации, министры профильных министерств. Медведев сказал, что это самое, что ни на есть настоящая инновация. Если вот на самом деле это транспорт такой, то, конечно же, ищите деньги, так было сказано, и продолжайте разработку, а дальше будем думать, что с этим делать. После Госсовета было принято решение выделить порядка миллиарда рублей, и на территории как раз-таки Ульяновской области планировалось дальнейшее развитие технологий. Но, к сожалению, в короткий промежуток времени, как мы любим говорить, то есть племя вандалов, которое случайно, скажем так, шло с юга на север, через территорию полигона в озерах, за считанные часы и дни разобрал этот полигон, и технология не получила дальнейшего развития в плане демонстрации тому же президенту, членам правительства и так далее. Важно другое, то, что Анатолий Дарвич Веницкий не опустил руки, то есть то, что он продолжал работать над совершенственной технологией, продолжал вести переговоры с огромным количеством людей из мира бизнеса и чиновников разного уровня не только страны России, но и других стран. И что очень важно, почему полигон сослужил хорошую службу, потому что именно в это время о технологии узнал весь мир. То есть целый ряд центральных каналов телевидения Российской Федерации, не только, целый ряд региональных телевизионных, скажем так, каналов, демонстрировали информацию о струнном транспорте Ленинского. Были тематические передачи, там и полчаса, и около часа длились они, то есть о струнном транспорте узнали. Госсовет, о котором я говорил, он был продемонстрирован в прямом эфире, то есть был раньше канал Вести 24, сейчас он называется Россия 24, и все, что говорилось на этом госсовете, было продемонстрировано на всю страну. Ролик, кстати, о госсовете, там он где-то 4 с лишним минуты, вы можете найти на наших информационных ресурсах, на ютюбе компании Skyway Capital, на том же сайте Анатолия Дарыча Юницкого, www.unitsky.com, то есть было бы желание найти эту информацию. И вот прежде чем шагнуть дальше, да, по нашей информации сегодняшнего вебинара, я бы хотел как бы подкрепить свои слова, то что Анатолия Дарыча Юницкого был свой собственный полигон в озерах, то что данная технология продемонстрирована миру была, скажем так, и большое количество людей они узнали именно в этот промежуток времени. Двухминутный ролик, который продемонстрировал то, что на полигоне в озерах проходили испытания нового вида транспорта, кстати канал, первая часть этого ролика это РТР, я думаю большинство людей, проживающих не только даже в России, понимающих русский язык, данный канал знаком. Итак, коллеги, двухминутный ролик и двигаемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, друзья, вы увидели ролик, в котором демонстрируют исторические кадры, это было уже в далеких десятых годах нашего тысячелетия. А сейчас в чат я хочу сбросить ссылку на ролик, который буквально недавно специалисты компании Skyway выложили в разделе новостей. Он интересен тем, что в течение 11 минут вместе с Виктором Кириченко Анатолий Дарович Юницкий рассказывает, да, то есть там, по сути дела, показываются действующие модели сегодняшние в мастерской Skyway, да, и там идет рассказ о том, скажем так, о тех моделях, которые были сделаны раньше, чьи руки касались этих моделей и так далее. То есть очень интересный ролик, я вам рекомендую его посмотреть. Итак, друзья, третий этап закончился тем, что полигона не стало. На четвертом этапе, как я вам говорил, со своими соратниками Анатолий Дарович Юницкий продолжал вести переговоры с большим количеством людей мира бизнеса, чиновниками разного уровня, да. Но вы знаете, что с чиновниками можно договориться только, если этому чиновнику сверху спустят команду, что давай, начинай действовать в этом направлении. А люди мира бизнеса, к сожалению, может быть, это действительно, скажем так, больше касается людей, родившихся во времена Советского Союза на территории бывшего этого государства, да, которые за копейки прибрали когда-то к своим рукам большие ресурсы нашей страны, которые когда-то приносили вроде бы пользу всем, а сейчас, скажем так, даже в песне поется, да, то есть ведь это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас. Вот. И переговоры с бизнесменами, как правило, заканчивались тем, что они предлагали в итоге выкупить технологию. Юницкий при них был каким-нибудь там ученым, изобретающим, летателем, да, а капитализировать данную технологию они хотели сами. На что Юницкий не соглашался. И вот в 2013 году было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатолия Даровича Юницкого. Делали это Европейские независимые агентства и компании. И их оценка была такова, что если Юницкий говорит вот все, что говорит Юницкий, и все, что он наработал до этого времени, правда, то стоимость данной технологии 400 миллиардов долларов США. На основании этой оценки была зарегистрирована территория Великобритании компания, уставным капиталом была как раз таки интеллектуальная собственность. Кстати, на тот момент буквально там по пальцам одной руки можно было пересчитать страны, которые позволяли регистрировать компании на основании интеллектуальной собственности. И было принято решение обратиться к людям, такими, какими мы являемся с вами, да, то есть к физическим лицам, к тем людям, кому нужен высоко скоростной, безопасный, комфортный, да, экологически чистый, те, кто понимает, что транспорт должен быть экологически чистым, вот, и доступный по цене транспорт. То есть кто это такие? Это обычные люди, это люди там, скажем так, среднего класса, люди, которые относятся, скажем, к рабочим специальностям и так далее, да, это бюджетники, вот, которым каждый день приходится испытывать неудобства при передвижении по поверхности планеты, чтобы добраться до работы, например, обратно, да, те, кто испытывает неудобства для того, чтобы из одного конца в другой страну перебраться и, например, хотя бы раз в пять лет навестить там своих родителей, либо детей, либо родных и близких и так далее, и так далее. То есть к нам с вами. И было принято решение делиться, скажем так, частью этой собственности с людьми, которые будут инвестировать денежные средства в реализацию нашего проекта, то есть Анатолий Дарыч Юницкий стал делиться долями компании, да, то есть на сумму, которую я назвал, 400 миллиардов долларов, было решено создать как бы акции, либо долей компании. И с января 2014 года началось движение по системе краудинвестинга, то есть стали приниматься инвестиции от физических лиц, появились первые люди, которые увидели перспективность использования в дальнейшем данной технологии и, конечно же, люди, которые поняли, что сегодняшние, скажем так, их вложения могут принести многократный увеличенный доход в недалеком уже будущем. И сегодня мы твердо утверждаем, что это будущее совсем близкое, да, то есть все это началось в январе 2014 года. Сегодня мы с вами находимся в феврале 2016, то есть прошло два года, вот, два года успешной деятельности, мы об этом тоже с вами поговорим. Цель, скажем так, движения по системе краудинвестинга это привлечение инвестиций для финансирования строительства вот такого участка, который примерно вы видели, да, был с 2001 по 2009 год. Только, конечно, совершенно другого уровня, потому что на полигоне в подмосковном городе Озеры практически была отработана технология второго поколения струнного транспорта, да, а сегодня речь идет о четвертом. Так вот, компания, которая называлась ESV System, да, Eurasian Rail Skyway была зарегистрирована в Великобритании, первые инвестиции привлекались именно в эту компанию, вот. У компании, у группы компании Skyway с момента старта существует четкий 15-этапный план выведения технологий на мировой транспортный рынок, да, и выход с теми пакетами медалей компании, которые сегодня приобретают инвесторы, причем на ту сумму, которую они могут себе позволить, да, на мировой рынок финансов, на мировой рынок инвестиций. План это с 2014 по 2017 год, то есть он разбит на 15 этапов. На каждом этапе предусмотрен свой, скажем так, объем работ, которых необходимо выполнить, чтобы в 2017 году выбить на гора технологию, сертифицировать технологию и выйти на мировой транспортный рынок, начать уже осуществлять строительство дорог по технологии, разработанной Юницким. Но без сертификации, вы понимаете, это сделать нельзя. То есть просто должна быть бумажка, подтверждающая там различные, там, Тюфовские, там, еще какие-нибудь, ИСО, может быть, чего-то и так далее, и так далее. У нас есть куча центров стандартизации по всему миру, да, как внутри стран, так и международные сертификаты. Так вот, чтобы получить эти сертификаты, нужно еще раз построить демонстрационный сертификационный участок и показать возможности транспорта, да, его преимущества, сертифицировать и выйти с ним на мировой рынок. Вот этим мы с вами сегодня и занимаемся. То есть основная деятельность компании Skyway Capital, о которой мы сегодня еще будем говорить, это привлечение инвестиций. Для финансирования строительства демонстрационно-сертификационного участка, он у нас сегодня находится в Беларуси. На данном слайде вы видите те структуры, которые давали свои экспертные оценки, заключения, когда Анатолий Дарович Юницкий был свой испытательный полигон в подмосковном городе Озера. Это и Сибирское отделение Российской академии транспорта, институт проблем транспорта, Российская академия наук. Это Госстроя России, Министерство экономики и транспорта России, Российская инженерная академия, про организацию дневных наций мы говорили немножко раньше, Петербургский госуниверситет путей сообщения. Анатолием Даровичу Юницким за время разработки технологий было получено более 40 патентов на те ноу-хау, которые он использует в своей технологии. И на различных крупных международных выставках, на международных форумах было получено более 30 различных международных дипломов наград, дипломов, грамот, золотых медалей, премии различные. Например, две премии «Золотая колесница» в номинации «Проект года» в транспортной отрасли. Одна из этих премий здесь у нас хранится, буквально, кабинет за моей спиной. Вы можете приехать в Москву, посмотреть, как выглядел тот приз, который получил Анатолий Дарович Юницкий. С ним можете, скажем так, сфотографироваться и так далее. Второй такой же у нас находится в городе Минске, где, по сути дела, сегодня находится наше головное предприятие. На одной из выставок, на которой принимала участие компания Skyway, мне самому довелось участвовать. Это было в октябре 2014 года, это проходило на территории бывшего завода «Москвич», АЗЛК, я думаю, люди еще помнят, что у нас были такие автомобили. Большая часть территории этого завода сегодня, к сожалению, как раз-таки используется под выставочный комплекс, где проходят разные выставки. Мы были на выставке, которая называлась «Открытая виноват». Кстати, мы мечтали о том, что на этой выставке мы еще раз сможем пообщаться с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, потому что он эту выставку должен был посетить через 6 часов, предусматривалось посещение премьером Российской Федерации этой выставки. Но он на ней появился ровно на 10 минут. Он добежал до павильона компании CRH, которая строит высокоскоростные железные дороги по всему миру, это китайская компания. Пообнимался с китайцами, пофотографировался и громко гагача, дико озираясь, вся эта шобла обратно убежала с выставочного комплекса, а потом открыли двери и уже пустили всех людей, которые хотели эту выставку посетить. Итак, коллеги, на данном слайде перечислены основные преимущества технологии. Их гораздо больше, и действительно есть подробное описание технологий, которые делал лично Анатолий Даровичевницкий, где он подробно по каждому направлению, касаемо безопасности, касаемо социальности проекта, экономических расчетов и так далее, показал все преимущества и как, скажем так, изменится мир, если мы будем применять данную технологию в будущем. На данном слайде перечислены следующие преимущества и низкая себестоимость строительства и оказания в дальнейшем транспортные услуги. Если на этом конкретизировать информацию, то экономия материалов при строительстве, при сравнении, например, с высокоскоростной железной дорогой на одном километре трассы от 500 до 750 тонн стали экономится, до 20 тысяч кубометров железобетона экономится при сравнении с высокоскоростной железнодорожной магистралью и трассой, которая скайвэй. Как заявляет Анатолий Дарчевницкий, единожды построенная путевая структура может служить более 100 лет. А давайте мы с вами посмотрим, да, вот просто вспоминаем. Вы все живете в разных городах, вот, где-то дороги вообще не ремонтируют, да, либо вот недавно показали, буквально 7-10 дней назад показали в одной из передач, как у нас ремонтировали дороги. Честно, не могу вспомнить город, но было очень уматно. То есть журналисты успели заснять, как, ребята, лопаточный ремонт, да, то есть машина, пар идет от асфальта, и они укладывают асфальт, вот, там, заледеневшая дорога прямо вот в лед и в снег. Бросают этот асфальт, тут же как бы укатывают, лица у них такие полувменяемые, да, а потом показали, берут интервью у человека, который руководит этой бригадой, там, в каком-то подразделении, и он пытается объяснить, почему это правильно. Вот, вот так вот у нас иногда ремонтируют дороги. Я думаю, что под ремонт той дороги было списано гораздо большее количество самосвалов асфальта, но только он был уложен где-то в другом месте. Вот. И, к сожалению, то, как у нас делают эти дороги, как их ремонтируют, да, съедает львиную долю тех денег, которые наше правительство выделяет на развитие дорог. Более 90, по-моему, более 93% всех денег, которые ежегодно выделяются на, например, на автомобильную отрасль, на железнодорожную, идет на ремонт тех дорог, которые у нас уже есть. И только там 6-7% на развитие. Если мы возьмем такую страну, как США, да, хотя с ними сравнивать сложно, то у них, по-моему, вот эта вот пропорция, она обратная. И иногда у нас, я думаю, многие вы сталкивались с информацией, что по телевизору показывают. Есть такая страна, Финляндия, Швеция, да, которая живет тоже в хреновых климатических условиях по отношению к асфальту, там, дорогам и так далее. Вот. Но у них дороги служат в разы дольше. И самое интересное, что укладка строительства этих дорог в 8-10 раз дешевле, чем у нас. Поэтому экономия денежных средств существенная. В сравнении, например, с теми же автомобильными дорогами, в некоторых регионах, там, где делают, у нас закладывается до 50 миллионов долларов на километре. То есть данная дорога будет стоить порядка 2-3 миллионов. Вот и сравнивать. Мы можем говорить по каждому преимуществу, которое здесь перечислено на слайде. И высокий уровень автоматизации. Я вот приводил на предыдущем вебинаре пример, что в Москве, вот вчера или позавчера, в четверг утром я ехал, было сказано, что первый состав на кольцевой дороге, у нас здесь кольцевая линия метро, вышел опытный состав, которым управляет поездом автопилот. И пока рядом с ним находится человек на всякий случай, как мы говорим. В ближайшее время планируется еще два состава выпустить на кольцевой участок дороги подземной у нас в Москве. Это говорит о том, что мы двигаемся все равно в направлении того, потому что в мире уже применимо. Есть целый ряд стран, где автоматический транспорт уже есть. И вот как раз-таки одним из преимуществ технологий, разработанных Ницким, будет высочайший уровень автоматизации с целью снижения зависимости от человеческого фактора. Потому что все-таки огромное количество тех аварий, которые происходят, это связано с людьми. С теми, кто принимает участие в дорожном движении, выборного движения. Если есть, то есть вurpольное автомобиль. Семья, пока ничего есть. У нас есть, по-прямой, 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 по-прямой. У нас есть, по-прямой, по-прямой, по-прямой. Мы не имеем в виду. А мы не можем поверить на нее вид и приносят оборудоваться с детоком, как вы перестали. просто под самосовым движения. Бывают иногда, случаются такие, happened, как говорят в англичане, да, то есть выбил интернет, то есть я перезагружался, вошел в комнату и прошу вас, поставьте плюсики, если меня снова видно и слышно. То есть я не специально вас покидал. Спасибо, спасибо, коллеги. То есть, как я говорил, по каждому пункту можно долго рассказывать, да, в чем преимущество данной технологии. Просто можно перечислить то, что и высокие скоростные показатели, я уже говорил, то, что транспорт междугородний нам будет позволять передвигаться со скоростью 450-500 км в час. То есть расстояние от Москвы до Архангельска 1200 км можно будет преодолеть там за 2,5 часа. Почему Архангельс? Ну, я вам уже говорю почему, потому что я родился в Архангельской области. И там красиво, там река, там тайга, там рыба, да. Еще есть, как бы, реки, из которых люди пьют воду. Вот, такое случается на территории Российской Федерации в том числе. То есть, конечно, беспрецедентный уровень безопасности, потому что мы уже говорили, да, то, что транспорт поднят над землей. Люди, скажем так, совершенно спокойно смогут гулять по земле, смогут жить на лоне природы, потому что быстро можно будет добираться до нужного места, либо на работу в город, да. Опять же, вы знаете, что есть теория, скажем так, строительства линейных городов, над которой работают специалисты нашей компании в том числе. Вот, один из данных проектов был предложен арабской стороне на переговорах, которые состоялись в прошлом году. Мы об этом кратко тоже с вами поговорим. Отсутствие вредных воздействий на природу и на человека, то есть, действительно, экологически чистая технология. И, что важно, данные дороги можно строить, скажем так, фактически при любом рельефе местности и практически в любых климатических условиях. То есть, перепад температур, который будет выдерживать путевая структура и транспортные средства от минус 70 до плюс 70 градусов. То, что заявляет генеральный конструктор технологии. Быстрый срок окупаемости. Это важно, в первую очередь, для людей мира бизнеса, которые будут вкладывать деньги в строительство дорог, чтобы потом получать прибыль. Ну и, конечно же, очень важно, что товары и услуги, скажем так, точнее, товары, которые будут передвигаться по данной путевой структуре, они будут быстро доставляться из одного конца земли в другой конец земли. И, соответственно, это снизит себестоимость этих товаров, потому что будет отсутствовать огромное количество промежуточных пунктов складирования и так далее. Если говорить о еде, например, то свежие фрукты будут доставляться в течение нескольких часов с той же, например, Индии, с той же Африки и к нам сюда. Они зелеными их будут срывать и потом два месяца везти, обрабатывать какую-то дрянью, а потом мы с вами будем есть то, что созрело в темноте в подвале и не впитало в себя необходимое количество тепла, солнечного света и так далее. Ключевые моменты развития технологий. То есть 2014 год, если взять, действительно, это начало движения по системе краудинвестинга, это тот был выбор, который сделан тогда. И, кстати, в то время огромное количество людей, людей мира бизнеса, которые любят особенно пальцы держать развальцованными, которые в двери не могут пройти, потому что пальцами цепляют косяк и косяки эти рушатся. Говорили, что вы неправильно выбрали платформу, у вас ничего не получится, вы не соберете необходимого количества денег и так далее, и так далее, и так далее. В 2017 году, как запланировано, вышло свет и началось строительство дорог. В 2014 году, честно сказать, новостей, может быть, было не так много, и люди, которые проинвестировали свои денежные средства, стали, скажем так, может даже унывать и задавать вопросы. Ну, хорошо, мы деньги вложили, а что вот сделано, покажите нам, что там было построено и так далее, и так далее, и так далее. И вот 2015 год в этом, наверное, стал переломным. Потому что в начале 2015 года, в январе, компания окончательно определилась с участком земли, на котором в итоге планировалось строительство экотехнопарка. Ее еще нужно было, как говорится, выиграть, ее, скажем так, нужно было еще получить в собственность, потому что только на июнь тогда был запланирован аукцион, такие законы Республики Беларусь, и именно на этом аукционе потом произошло окончательное, скажем так, утверждение, что земля принадлежит на определенное количество времени компании струнной технологии. Далее, специалисты нашей компании в феврале уже первые конструкторы сделали первый эскизный рисунок, как будет выглядеть будущий экотехнопарк, потому что это так стало называться. 24 февраля 2015 года начала свою деятельность компания Skyway Capital. Весной произошла, скажем так, целая череда переговоров, которые проводил Анатолий Дарчевнисский, и, наверное, самые показательные из них успешны были на территории южноамериканского континента, по-моему, в Колумбии это происходило, да, и переговоры в Дненных Арабских Эмиратах. То есть там был подписан протокол о намерении создания совместного предприятия с арабской стороной, в который оно может вложить порядка 100 миллионов долларов США. В планах строительства, скажем так, демонстрационно-сертификационного участка в 2019 году там, на территории Эмирата Абу-Даби, флюда из того, скажем так, открытия Академии новых инновационных транспортных технологий на базе этого участка и так далее. И есть вероятность в том, что 2020 году совместное предприятие займется строительством двух дорог по технологии Skyway от аэропортов на территории Эмиратов к экспозиционному центру Экспо-2020. Но это в планах, да. Далее. В июне месяце состоялось как раз-таки тот самый аукцион, на котором было окончательно утверждено, что компания ЗАО «Струдные технологии» в Пуховичском районе Минской области, недалеко от города Марина Горка, получила участок земли площадью 36 гектар. В конце июня 29-го числа сделали запись. Видены государственные реестры недвижимого имущества, номер договора, все было зафиксировано. В июле месяце закончилась реструктуризация группы компании Skyway, то есть наш холдинг перерегистрировался на территорию Британских и Биржинских островов. Компания перешла на работу с долями компании в долларном эквиваленте. Также в конце июня уже начали осуществляться первые подготовительные работы на территории Экотехнопарка. Я помню, как принимал участие в субботнике по зачистке территории от всего лишнего, что там находилось. В августе началось строительство. В сентябре группой компании Skyway был получен так называемый международный диверсионный код ценной бумаги. Это та процедура, которую проходили все публичные компании. В сентябре же состоялись переговоры с австралийской делегацией. То есть специалисты из Австралии в июне месяце рассмотрели возможность строительства дорог по технологии Skyway на территории Австралии. То есть разбирались технологии. В сентябре приехали в гости посмотреть, что сделал на сегодняшний день, познакомиться лично с Анатолием Дородчим-Юницким. Возглавлял данную делегацию Родхук. Человек, который руководит компанией МДМ, который занимается как раз таки строительством в сфере транспорта и недвижимости. И несколько дней шли переговоры с австралийской делегацией. После переговоров они поехали в Австралию с твердым намерением строить дороги по технологии Юницкого у себя там. И вот одна из последних новостей как раз таки говорит о том, что специалисты компании МДМ активно работают над тем, чтобы внедрять эту технологию в Австралию. И скажем так, сейчас идет отработка так называемых предположительных адресных проектов. Где это будет происходить, сколько это будет стоить и так далее. В октябре месяце на территории Экотехнопарка 17 числа состоялась торжественная закладка нулевого километра дороги Skyway. На этом присутствовало большое количество наших инвесторов, потому что они приехали высадить деревья, они принимали участие в акции по Садебееву. Состоялась международная конференция в Минске, на которой выступал Анатолий Дородчим-Юницкий, подводил итоги того, что проделано и то, что планируется сделать. Также осенью 2015 года группа компаний Skyway вместе с Плуховичским исполкомом принимала участие в тендере, который проводился в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». Там было более 20 различных проектов, на которые была разбита сумма порядка 5 миллионов евро между участниками данного конкурса. То есть и часть суммы этой была выделена и на наш проект в том числе. И что хотелось бы еще отметить, то, что осенью прошлого года, в конце ноября, группа компаний Skyway ввела новый инвестиционный продукт. Это приобретение пакетов акций в рассрочку. И мы с этим продуктом активно работаем сейчас. И в принципе, то, что было сделано в ноябре, подтвердило правильность этого выбора. И прежде чем опять же двинуться уже к предложению компании Skyway Capital, я бы хотел показать вам два коротких ролика. Первый из них продемонстрирует вам, что мы все-таки строим на территории Республики Беларусь. Потому что вы сейчас как раз-таки сможете увидеть отличие от того, что было в подмосковном городе Озера, как выглядел демонстрационный участок, как выглядел транспортное средство, там вы помните, да, ЗИУ-131, который забирался на эстакаду, протяженность там порядка 150-200 метров. И то, что мы строим на сегодняшний день на территории Республики Беларусь. И потом я покажу ролик, что уже построено. И дальше будем говорить о предложении компании Skyway Capital. Вот так, коллеги, короткий ролик, но красивый и познавательный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, коллеги, я думаю, что вы увидели, да, отличие между тем, что было у нас на территории подмосковного города Озера и то, что мы строим на сегодняшний день. Очень важной вехой в развитии нашей компании уже в 16-м году, буквально вот произошло 11-го числа, да, это буквально 9 дней назад, даже 10 дней назад нет, это заключение Минтранспорта, Министерства транспорта Российской Федерации. То есть экспертный совет при Минтранспорта признал нашу технологию, да, вот тот действующий образец, который строится на территории Республики Беларусь, инновационный. Вот. Это говорит о том, что Российской Федерации есть, как бы так, министерство, которое как раз-таки занимается направлением развития транспорта, подтвердило жизнеспособность и перспективность проекта, которым мы с вами сегодня принимаем участие. Вот. Это очень важный момент, потому что огромное количество людей, я предполагаю, есть в вашем окружении, которые вам говорили, ну вот, раз уж вы 38 лет там не можете ничего создать, там вас никто не признал и так далее, и так далее, ничего у вас не получится. Вот мы получили признание государственной структуры, да, и здесь написано, кстати, в заключении, я думаю, многие из вас прочтут, то, что рекомендовать, да, нашей компании дополнительно представить проект использования нашей транспортной системы применительно конкретным условиям эксплуатации. То есть, как вот мы разрабатывали для Объединенных Арабских Эмиратов линейный город, да, как это делалось тогда, когда Анатолий Дародович Юницкого был полигон в подмосковном городе Озер. Вот. И вместе с отраслевым центром по импортозамещающим технологиям, да, это вот то, о чем говорили президент, то, о чем говорил там Медведев иногда на своих совещаниях и так далее, то, что нам нужно здесь внутри развивать свои собственные инновации и импортозамещение, да, то есть сейчас у нас многие товары ограничены по доступу на территории Российской Федерации, и вот как раз таки в транспортной отрасли по импортозамещению у нас есть технологии, которые мы будем развивать здесь. Вот таким вот образом. Это очень важный момент, и я думаю, многие из вас могут зайти на сайт Анатолия Дародовича Юницкого в новостях, в разделе «Найти информацию о том, что Россия признала Skyway», и там вы, кстати, нажав на этот документ, вы можете себе его скачать. Прямо на компьютер. Вот. Не знаю, Любовь, спасибо ли это санкциям, я думаю, все-таки спасибо в первую очередь упорству Юницкого, да. Были бы санкции, не были бы санкции, никто не знает, обратили бы на нас внимание или нет, но тут я больше, наверное, скажу, знаете, кому спасибо? Спасибо тем инвесторам, которые поверили в технологию, которые стали вкладывать свои денежные средства, и все, что сегодня проделано, да, то, что вот мы с вами говорим, оно все проделано на деньги частных инвесторов, физических лиц, такие, как вы, Любовь, вот, такие вот, как Раиса пишет здесь, да, Алексей и так далее, так далее. Все, кто присутствует сегодня в комнате, и те, кто уже принял участие в нашем проекте и стал инвестором. Вот, в первую очередь, спасибо вам. Вот, дальше уже санкции, не санкции, министры, заместители министров, это уже дело десятое. А то, что деньги пришли непосредственно на таких, как вы, это очень важно. В планах компании на 16-й год в первую очередь продемонстрировать готовый городской транспортный комплекс к октябрю 2016 года, то есть сейчас, вы знаете, там возводятся промежуточные опоры, потом будут вестись работы по укладке ферм, натяжке струн, параллельно ведутся работы по созданию подвижного состава. Также в этом же году планируется начать строительство грузовой трассы, и если все сложится нормально и будет полное дофинансирование, значит, возможно, мы успеем еще построить и грузовую трассу. Одно можно сказать, то, что каждый день, каждую неделю нас подвигает тому моменту, когда мы технологию покажем. Мы все ближе и ближе. Рисковое вложение в наш проект все меньше и меньше. И, кстати, недалек тот час, когда, возможно, краудинвестинговая схема, по которой мы сегодня двигаемся, на какое-то время будет закрыта, если мы получим полный объем инвестиций, потому что после данного документа, да, уже сейчас Анатолий Дарвич Юницкий, Виктор Бабурин, специалисты нашей компании, проводят большое количество переговоров с крупными инвесторами, которые видят, да, елки-палки, я вот два года назад не поверил, думал, там, сдохнут они, да, со своей технологией. Оказывается, выжили, демонстрируют, как бы не опоздать деньги вложить. Появляются такие люди, появляются такие структуры. И дай Бог, пусть их будет много. И, наверное, прежде чем перейти к предложению компании Skyway Capital, я все-таки включу вам видеоролик, который продемонстрирует то, что сегодня проделан на полигоне, то, что уже сегодня, скажем так, выставлены все промежуточные опоры, которые нам необходимы для демонстрации городского транспорта, да, вот, как говорят специалисты нашей компании в городе Минске, то есть последняя опора она специально сделана из металла, чтобы показать, что мы можем эти промежуточные опоры делать из разных материалов. Что очень важно, помимо того, что у нас каждый день на стройке происходит, работа производится, да, по строительству эко-технопарка, фактически каждый день специалисты нашей компании осуществляют авторский надзор за той продукцией, которая выпускается на целом ряде предприятий и за тем оборудованием, которое нам необходимо для строительства эко-технопарка. Поэтому я сейчас включу ролик, короткий, да, а потом мы с вами перейдем к предложению компании Skyway Capital. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, давайте посмотрим. Строительные работы ведутся. Вы видели, да, то, что была установлена последняя промежуточная опора из металла. Ну, теперь мы с вами перейдем непосредственно к предложению компании Skyway Capital. Как я вам говорил, через четыре дня мы будем отмечать день рождения, ровно год будет. Давайте не будем никого судить за то, что он замедлил развитие России. Те люди, которые принимали решения, это на их совести. Обвинять может быть особо-то и не в чем, потому что забот много. Чем выше уровень вашей ответственности, тем больше вопросов вам нужно решать. Итак, коллеги, у компании Skyway Capital есть своя миссия. Это обеспечить финансирование новой мировой транспортной системы, объединить ожидания людей всего мира в заведении. Доступным, высокоскоростным, комфортным, экологически чистым в виде транспорта. И плюс ко всему, при этом создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого нашего инвестора, для реализации потенциала этого человека. И особенно для тех людей, которые стремятся к финансовой независимости. Задача наша очень простая. Основная цель привлечения максимального объема инвестиций для реализации той технологии, о которой мы с вами говорили фактически час. Эта технология называлась на целом ряде мероприятий, которые проводились в 2014-2015 году. Русский прорыв. Мы работаем по системе краудинвестинга. Об этом мы уже говорили с вами в начале вебинара. И способствуем выводу нового инновационного, доступного, безопасного, высокоскоростного транспорта в свет. Задача, которую мы перед собой ставим, это привлечь максимальное количество инвесторов на основе микрофинансирования. Максимальное количество денежных средств. У нас амбициозная задача порядка 300 миллионов долларов посредством своей деятельности привлечь технологию в ближайшие два года. Микрофинансирование. Что это? Фактически сегодня любой человек, проживающий на территории земного шара, может стать совладельцем данной технологии, пока еще есть такая возможность, проинвестировав от 15 долларов и больше. То есть сумма не очень большая. Даже люди, находящиеся в разрезе на пенсии, студенты, у которых не очень большая стипендия, могут, накопив эту сумму, стать совладельцем данной технологии. Пока еще такая возможность есть. Далее мы создаем благоприятные условия для того, чтобы вы могли комфортно и совершенно спокойно стать совладельцем данной технологии. То есть создать благоприятные условия для привлечения инвестиций – это наша задача. И, соответственно, мы вас информируем обо всем, что происходит в развитии нашего проекта. Как технологии в целом, так и компании Skyway Capital в частности. То есть у нас есть отдел информационной поддержки, в котором работают квалифицированные специалисты в режиме с 10 утра до 7 вечера в будние дни. По субботам выходят некоторые дежурить для того, чтобы свое время информировать и отвечать на вопросы наших инвесторов. У нас реализована служба технической поддержки в разрезе с 24 часа в 7 дней в неделю. И мы с ними общаемся каждый день. То есть у нас появляются какие-то вопросы. То есть мы активно с ней не сотрудничаем. Если говорить о реализации проекта Skyway в целом, то это своевременно самое важное – это финансирование каждого отдельно взятого этапа. Я вам говорил, что у нас их в бизнес-плане 15. Сегодня мы находимся на шестом этапе. Кстати, я хочу отметить следующее. При переходе с этапа на этап дисконт, либо уровень доходности по тем пакетам долей компаний, он менялся. И менялся он в сторону уменьшения. То есть рисковость снижается. Соответственно, еще до выхода на мировой рынок инвестиций наши акции растут в цене. То есть по цене они могут оставаться пакеты такими же – 15 долларов, 30 и так далее. А вот количество акций в пакетах уменьшается. И ближайшая смена дисконта, она, наверное, не за горами. Потому что важное событие произошло. То, что Минтранс России признал технологию инновационной. Там будут вести, скажем, дополнительные уже переговоры и так далее. Обоснование цены и в привязке к конкретным уже участкам местности и прочее. Второй важный вехой сегодня – это строительство экотехнопарка. Мы именно для этого работаем. Далее – реализация адресных проектов в будущем. То есть когда мы с технологией уже выйдем на мировой рынок. И получение прибыли. Вы знаете, тут кто-то сейчас что-то сбросил. Это информация по вопросам завтрашней конференции, наверное. Хорошо, просьба такая на будущее, что прежде чем сбрасывать что-то в чаты, либо хотя бы советоваться задавать вопросы мне, потому что никто не знает. Я сейчас по ссылке не буду кликать, куда она меня проведет. Я надеюсь, что это информация именно на мероприятие, которое будет проходить в Красноярске. Завтра, 21 числа. Но вы знаете, появляются люди, которые могут сбросить все, что угодно в чат. Для того, чтобы чат не отключался, для того, чтобы мы могли с вами общаться, желательно ничего в чат не сбрасывать. В дальнейшем это получение прибыли. Когда будут реализовываться адресные проекты, то есть если подвести итог, компания зарегистрирована на территории Великобритании, возможность инвестирования предоставляется гражданам всего мира, вы становитесь, приобретая любой пакет акций компании Skyway Capital, совладельцем технологий, то есть через время вас вносит в основной реестр компании. Возможность стать инвестором у нас есть как для физических, так и для юридических лиц. Круглосуточная информационная поддержка. На сегодня, пока капитализация ваших денежных средств за ближайшие 3-5 лет составляет свыше 5000%. Когда-то, возможно, через какой-то промежуток времени, может быть через полгода, либо через год, она может соответствовать цифре 1000%. То есть уменьшение. Потому что сейчас, если вы будете инвестировать, вам это будет выгоднее, чем через полгода. В дальнейшем это получение пожизненных дивидендов от каждого километра дороги, который будет приносить прибыль. А сейчас уже те люди, которые занимают активную жизненную позицию, которым абсолютно не все равно, какое количество денежных средств у них находится в кошельке сейчас, а не сколько у них будет через 3 года, например. Есть партнерская программа, благодаря которой вы сегодня можете создать себе еще один источник дохода. Если у вас таких имеется несколько. Если у вас его вообще нет, то это, наверное, классный шанс начать создавать и строить серьезный бизнес. Причем при этом вам не нужно будет заниматься тяжелым физическим трудом. Вам, по сути дела, надо будет работать с информацией. На данном слайде вы видите те пакеты акций, которые вы можете приобрести в разделе «Инвестировать» нашего личного кабинета. На сером фоне это стандартные пакеты акций. На желтом фоне пакет, который называется «Сегодня юбилейный». То есть если вы готовы проинвестировать сумму 1000 долларов, то вы получаете сразу 300 тысяч акций компании Skyway Capital. Вам в подарок еще будет выслана памятная монета с изображением нулевого километра. Вы видели на слайде, когда я рассказывал про закладку нулевого километра. Вы можете сразу на синем фоне приобрести себе пакет стоимостью 250 долларов и получить 32,5 тысячи акций. То есть уровень доходности пакетов у нас отображен в третьем столбце. Если мы говорим не об акционных пакетах, а об обычных пакетах, например, то начиная с пакета 15 долларов, где уровень доходности 53, вы получаете на выходе 795 штук долей компании. Предполагаемая цена в 2017 году – 1 доллар США, 1 акция. То есть это то, с чего мы планируем стартовать при котировке наших акций на различных площадках биржевых. Вот. Каждый последующий пакет стоит немножко дороже в долларах, но и уровень доходности по этим пакетам растет. Вот, например, за 30 долларов вы уже приобретаете 1830 акций, да? За 200 долларов вы уже получаете 20400, потому что дисконт здесь уже идет 102. Пакет, который стоит 350, у него уровень доходности 123. Вот. Ну, смотрите, пакет, который стоит 350, у него уровень доходности 123, да? А пакет, который стоит у нас 250 долларов, акционный пакет, у него уровень доходности 130. Поэтому взвешивайте свои возможности, взвешивайте, скажем так, состояние финансов на сегодняшний день. Один мой совет, да? Не выковыривайте последние деньги там из амбаров и сусеков. Не надо вытряхивать мелочь из карманов детей, которые вы давали им на обеды и так далее, и так далее. То есть не надо жертвовать последним. Определитесь с небольшой суммой денег, если вы можете стать инвестором на сегодняшний день, да? Вот. Поэтому любая сумма, которую вы проинвестируете, она одинаково значима для нас, да? Вот. Но только не надо, как я говорю, там закладывать все имущество, что у вас есть в ломбард, и, скажем так, приобретать какие-либо пакеты акций. Взвесьте все это. Вот. Придите к тому, у кого есть деньги, расскажите, что вот есть такая возможность. Зарегистрируйтесь просто у нас в компанию Skyway Capital. Да? Начните давать информацию. В конце концов, если по вашей информации кто-то зарегистрируется, у вас на бонусном счете будут какие-то деньги, вы сможете купить себе акции. Только предпринимайте активные шаги. Итак, это пакеты обычные, как я говорил, да? Партнерская программа. О ней мы сегодня подробнее будем говорить уже через 45 минут. Вот. Как правило, мы по вторникам и пятницам говорим о партнерской программе. У нее есть целый ряд преимуществ. Вы знаете, в мире партнерских программ MLM бизнеса существует огромное количество компаний. Вот. Преимущество нашей партнерской программы, то, что начиная, скажем так, с инвестиций 15 долларов, вы можете создавать себе серьезное состояние. У нас нет необходимости подтверждать тот квалификационный уровень, которого вы достигли. Вот. Он за вами закрепляется навсегда. То есть никто не будет требовать от вас повторить какой-то там объем действий, который вы предприняли до сегодняшнего момента. У нас высокий процент выплат до 18 с первого поколения и от 0,2 до 7 процентов вплоть до 20 уровня глубины. Вас никто не ограничивает в количестве тех людей, которые могут прийти в наш бизнес по вашей рекомендации. Соответственно, вы получаете максимальный процент с первого поколения. Важно, чтобы вы помогали этим людям развиться, чтобы, скажем так, вам хватило 24 часов в сутки, чтобы этим людям помогать. Соизмеряйте свои силы и возможности. Не нужно сразу там 20 человек подписывать, да. Дай бог, что они будут все активны, но у вас времени не хватит. Далее. Бонусное вознаграждение у нас сегодня начисляется на бонусный счет, и вы можете за эти деньги купить себе пакеты акций, либо вывезти их, использовать в том направлении, в котором вы берете. А вот на акционный счет, это еще дарится сегодня подарок от компании. Вы можете воспользоваться денежными средствами на увеличение пакетов акций, количество акций в нашем проекте, пока компания эти деньги вам еще дарит. Задача партнерской программы – это привлечение порядка 300 миллионов долларов за ближайшие два года. Это открытие региональных представительств, либо создание региональных структур. То есть у нас сейчас появляются региональные лидеры, но информацию об этом уже выкладываем в чаты компании. Скоро на сайте это будет отражено представителям нашей компании в ряде регионов, потому что программа немножко поменялась. В дальнейшем это создание адресных проектов. То есть это то, над чем мы сегодня работаем. У нас есть целый ряд инструментов, которые вам помогут создавать бизнес. И находятся они в целом ряде разделов личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Первый раздел – инструменты партнера. Первое, с чем вы столкнетесь в этом разделе – это партнерское вознаграждение. Там подробно расписан маркетинг-план, который у нас сегодня действует, о котором мы с вами будем говорить, как я сказал, через 45 минут. О каждой квалификации можно почитать, узнать условия, как ее достичь. И что очень важно, внизу есть две ссылочки, на которых написано «Скачать описание маркетинга», либо «Скачать слайды». Если вы считаете себя способными и смело доносите информацию тем, кто вокруг вас, вы можете скачать слайды этой презентации по маркетингу на свой компьютер, на свой планшет и рассказывать своему ближайшему окружению в формате среди тех людей, которые находятся на расстоянии вытянутой руки. Используйте данный инструмент. Раздел реферальных ссылок. Это ссылки на наши материалы, которые находятся в интернете. Вы можете дать ссылку на лендинг инвестора, чтобы люди более подробно ознакомились на сайт нашего, на наш сайт компании Skyway Capital. Вы можете сразу тем людям, которые ознакомились уже с информацией, готовы делать шаг, дать реферальную ссылку на страницу регистрации в личном кабинете. Опять же, смотрите сами. Если человек совсем не знаком, конечно, ему и хочет ознакомиться, значит дайте свою ссылку на одну из страниц инвесторов лендинг или на сайт нашей компании. Приглашайте на наши вебинары, которые тоже являются инструментами. Далее. Баннеры. Для людей, которые продвинуты в инфобизнесе, в бизнесе, в интернете, у тех, у кого есть свои блоги, свои сайты, сайты-одностраничники, возможно, какие-то страницы захвата, для тех, у кого есть какие-то собственные группы в соцсетях, либо страницы в соцсетях, которые позволяют выкладывать, точнее, HTML-код загружать на эту страницу, есть баннеры. Нажимая по этому баннеру, человек, выходящий на ваши информационные ресурсы, попадет либо на официальный сайт компании, либо на лендинг-партнеров. В зависимости от того, какой HTML-код вы выберете. У нас более 60 баннеров разного размера, выкинутые так, выкинутые вверх, квадратные, разной формы. То есть вы можете их вставить в тот раздел, который посчитаете нужным на своей странице, чтобы вам это было удобно, и чтобы вы могли заметить те, которые заходят на ваш интернет-ресурс. Далее. К инструментам у нас относится раздел новостей. Он находится в разделе событий, это второй сверху, под главной страницей. И возле каждой новости у нас размещаются кнопки соцсетей. Нажимая одну из этих кнопок, если вы там зарегистрированы, пишите короткий комментарий, нажимаете разместить, и данная новость размещается на вашей странице в соцсети. В группах, в которых вы состоите, люди узнают, что вы что-то разместили. Ваши друзья могут увидеть то, что вы разместили информацию. Те же реферальные ссылки вы можете в переписке с друзьями в соцсетях отправлять, в скайпе отправлять. Ну, наверное, очень важный момент, чтобы люди, которым вы отправляли, были как-то предварительно проинформированы, что у вас есть что-то им предложить. Потому что если вы просто будете сеять, как это называется, спамить своими ссылками, вас через какое-то время в соцсетях заблокируют. И, скажем так, огромное количество людей просто перестанут с вами общаться. Как это обычно происходит. Поэтому ссылки реферальные лучше распространять целенаправленно и давать их тем, у кого все-таки проявился хотя бы маломальский интерес. Вебинары, презентации нашей компании, вебинары по партнерской программе, обучающие мероприятия, которые проводят лидеры, строящие большие структуры вместе с нашей компанией, это инструменты, которые вы можете использовать. Приглашайте своих друзей и знакомых на эти мероприятия. Живые презентации, которые сегодня проходят в целом ряде городов и стран. Если в вашем городе есть живая презентация, по которой сбросили информацию, в Красноярске будет завтра. Если вы живете в Красноярске, если вокруг вас есть какое-то количество людей, которые колеблются, либо ходят, чешут репу и вам где-то не верят, пригласите их на эту встречу. Сибиряков завтра расскажет, что из себя представляет технология, расскажет о том форуме, который он посещает, который проводится в рамках инновационных технологий в городе Красноярске. И возможно после этого человек принят решение. Это тоже инструмент. Используйте данные инструменты. К инструментам можно отнести промо-акции различные. Вы знаете, у нас сейчас существует 4 пакета, которые вы можете приобрести в рассрочку. Пока мы это относим к разделу акции, но тем не менее по рассрочке мы планируем двигаться постоянно. И буквально еще 2 минуты видеоинформации для вас. Те пакеты, которые вы можете приобрести сегодня по рассрочке, мы их считаем как бы акционными пакетами. Посмотрите о них ролик в сравнении, что вы можете приобрести, либо потерять. По-разному к этому можно относиться. Приобретая пакеты акций компании Skyway Capital сегодня по рассрочке, которая есть в разделе личного кабинета каждого нашего партнера. Ролик очень хороший, очень емкий. Спасибо человеку, который его создал. Он показал, что да, вы можете купить вот одно, а если вы купите пакет акций в рассрочку, например, по 25 долларов, то в будущем у вас может быть вот это, вот это, вот это. Две минуты и будем... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Еще дополнительно в разделе события нашего личного кабинета буквально недавно мы разместили раздел, который называется «Вебинары группы компании Skyway». Вы можете зайти теперь в этот раздел и увидеть, когда и в какое время у нас проводятся вебинары. То есть раньше нам люди часто писали, что ссылка не доходит, мы не знаем, где найти информацию в вебинарах и так далее, и так далее, у нас куча сложностей за это, вот мы там лишены информации, у нас информационный голод там и так далее, и так далее, и так далее. Теперь эта страница есть в разделе личного кабинета. Теперь уже никто не может сказать, что он лишен какой-то информации о том, когда у нас какие обучающие мероприятия, и когда у нас о чем, что будем рассказывать. У нас есть возможность обращаться в техническую поддержку как со страницы сайта, так и из личного кабинета. Как я вам сказал, служба технической поддержки работает 24 часа в сутки. Внизу вы вводите ту информацию, которую хотели ввести, задаете свои вопросы, и специалисты технической поддержки отвечают сразу, если у вас ответ, скажем так, не очень сложный, они могут на него ответить. Либо, если есть какие-то сложности, значит они оформляют заявку, и специалисты уже нашей компании ту заявку обрабатывают. Поэтому это все очень просто, использовать это тоже элементарно, и я вам рекомендую не теряться это делать. Не оставаться со своими вопросами, если вы считаете, что вас кто-то, например, несправедливо обидел, либо что-то еще произошло не так, как вы хотели. Я вдруг нажал кнопку, и у меня все исчезло. Мы выясним, какую кнопку вы нажали, не ту, и что у вас исчезло вообще. Может быть, у вас просто свет выключили в квартире, поэтому стало темно. Итак, коллеги, у нас есть еще возможность получать третий источник дохода во взаимодействии с компанией Skyway Capital, это быть нашим региональным партнером в регионе. То есть вы дополнительно можете зарабатывать там, по-моему, от 1 до 2% с товарооборота, который создаете в том городе, в котором вы живете. По сути, это бизнес под ключ. У нас каждую, скажем, неделю по понедельникам и по вторникам утром проходят мероприятия, которые проводят Ирина Волкова и Инета Анжена. И на этих мероприятиях они как раз-таки работают в первую очередь с теми людьми по понедельникам, которые хотят строить большие структуры. А по вторникам уже четко с теми, кого отобрали на роль представителей в регионе. То есть я вам рекомендую, те, кто считают себя достаточно амбициозными, те, кто хочет еще получать дополнительный доход, те, кто могут нам помочь в регионах развивать бизнес, выйти на этих людей, оставить заявку на страницы, которые они информацией давали и в письмах по базе и так далее. То есть, по сути, это бизнес под ключ, дополнительные лидерские бонусы и постоянно растущий доход и увеличение портфеля акций в нашем проекте. Плюс ко всему 24 часа в режиме 366-365 дней в году служба технической поддержки вам помогает. В итоге то, о чем мы сейчас с вами говорили, действительно это возможность приложить ваши усилия, физические, духовные, моральные, да, там, я не знаю, финансовые ваши возможности, пусть небольшие, и вложить это все в крупный инновационный, инвестиционный проект, которым является проект компании Skyway Capital и группы компании Skyway в целом. То есть в дальнейшем вам будет чем гордиться, рассказывать детям и внукам, что когда-то, будучи еще, скажем так, на заре своей мудрости, неважно сколько вам лет сегодня, вы приняли решение принять участие в этом проекте, именно поэтому, сынок, там, или внучок, либо внучка, мы сегодня так классно живем, да, у тебя есть возможность наслаждаться, скажем так, всеми прелестями этой жизни, и так далее, и так далее. То есть используйте данную возможность, принимайте решение. Такое бы вы не приняли, в принципе, как любили говорить мудрые люди, да, это решение правильное, вот, оно ваше. Поэтому захотите вы чего-то больше, чем у вас есть на сегодняшний день, это хорошо. Махнете рукой, либо ногой, да, поднимите и скажете, да, я это уже слышу. Некоторые ногами машут, ушами хлопают, вот, да, как бы глаза у них не закрываются, вот, они ничего не видят, ходят широко открытыми глазами, а в итоге ничего не видят вокруг. Я вам желаю вовремя распознать данную возможность, и очень важный момент, дайте эту информацию тем, кто вас окружает. Какое-то количество из них покрутят у виска, да, но вы знаете, есть выражение, вот. Когда человек показывает на вас пальцем и говорит, что у тебя ничего не получится, да, это он про себя говорит, потому что один палец в вашу сторону, видите, а три пальца смотрит в него. Это он себя ограничивает. Это у него ничего не выйдет. Даже четвертый, если у него палец корябый, он еще вот так выгнется, да, значит, он четырьмя на себя показывает. Вот. И только один у вас. Поэтому, если вам кто-то сзади крутит у виска, да, значит, вы на правильном пути. Есть такое выражение тоже мудрых людей. Если кто-то вам сказал, что вы сумасшедший, значит, вы на правильном пути. Потому что в этой жизни, если вы проследите историю развития человечества, да, тех, кого считали сумасшедшими, в итоге добились того, да, чего они добились. А мы пользуемся, скажем так, плодами того, чего они создали. Вот и все. Итак, коллеги, телефон, электронный адрес службы поддержки, да, наш адрес, который находится вот здесь в Москве, недалеко от метро «Спартак». Мы открыты к общению с вами. Если кто-то из вас проездом, да, либо проживая недалеко от Москвы, изъявит желание посетить наш офис, не вопрос, как говорится, welcome, только предварительно позвоните менеджеру, хорошо? Потому что мы никак, у нас еще как бы не работают экстрасенсы в компании, которые сидят и думают, вы знаете, сейчас к вам придет акционер. Я это вижу, блин, по звездам, которые отражаются на небослоне, там, да, в час ночи, такого-то числа. Итак, коллеги, если есть какие-то вопросы, давайте я на них отвечу. Потом промочу горло чаем, и через полчаса будет вебинар по партнерской программе. Не знаю, хватит ли у вас сил, кто сейчас находится на вебинаре, прийти на тот, который будет через полчаса. Это, опять же, вам право выбрать. Если, кстати, есть люди, которых вы можете пригласить на этот вебинар, смотрите, у вас еще есть полчаса. Я предполагаю, что огромное, достаточно большое количество людей у нас и не из России сегодня, и у вас выходной день. Возможно, вы можете кого-то пригласить. Спасибо вам огромное за внимание. Здоровья вам, любви и денег. Там звучал вопрос, я видел, да, по ходу нашего вебинара, будет ли запись. Сейчас я запись остановлю. Попрощаюсь с вами предварительно. Те, кто не будет на вебинаре, поздравляю с наступающим днем защитника Отечества. Всем здоровья, любви и денег, здоровья семьям, крепости духа, силы воли, трезвости разума. Независимо от того, что сегодня праздник, все-таки лучше оставаться, скажем так, в трезвом рассудке, чтобы потом не попасть в твердую память быстро. До новых встреч, друзья. До свидания.